Здравствуйте! В эфире ОТВ, программа «Актуальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. 18 марта граждане Российской Федерации будут выбирать президента. Голосование пройдет на избирательных участках по месту регистрации или же на любом другом участке по предварительно поданному заявлению. Готов ли Одинцовский район к этому ответственному дню? Об этом мы сегодня поговорим с председателем района территориальной избирательной комиссии Александром Вячеславовичем Игнатовым. Здравствуйте! Добрый вечер! Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и свои вопросы гостю по теме сегодняшней программы вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Но, наверное, первый вопрос такой общий уже. Готов ли Одинцовский район к выбору? Конечно, готов. Мы провели, в принципе, все необходимые мероприятия по подготовке и на финишную прямую вышли уже, в принципе, в полной готовности к выбору. Сколько участков будет в Одинцовском районе открыто? У нас по сравнению с прошлыми выборами произошли достаточно серьезные в этом плане изменения. Надеюсь, это будет людям удобнее избирателям нашим. У нас 215 избирательных участков. Для сравнения, в 2016 году было 130 избирательных участков. То есть почти в два раза больше? В два раза, да. Мы, соответственно, плюс 85 участков. Больше всех в области московской у нас процесс преобразования вот этот вот затронул. И в итоге у нас сократилось количество избирателей на каждом избирательном участке. То есть сейчас в среднем у нас там около 1200 избирателей на участке. При том, что закон позволяет до 3000. Значит, очередей не будет. Значит, да, не будет очередей и будет быстрее подсчет голосов произведен после окончания голосования. И, что важно, да, у нас в 2016 году были на крупных участках, где там более 2000 было избирателей, были очереди. Сейчас у нас участков, где более 2000 практически не осталось, две штуки всего. Надеюсь, что все смогут проголосовать максимально быстро и оперативно. Но очереди, наверное, не только потому, что народу там много зарегистрировано, и потому что, наверное, все как-то примерно в одно и то же время приходят. Ну да, это традиционно есть там два пика в течение дня. Вот какие-то часы, чтобы люди сейчас сориентировались. В районе 11-12 часов и в районе 16-18 часов. То есть до обеда, после обеда. В сельских поселениях это еще утром иногда идут люди. Но для 11-го района это чуть менее характерно, чем для более отдаленных от городов поселений. Каково будет техническое оснащение этих участков? Их стало больше, не сказалось ли это на техническом оснащении? Значит, у нас из 215 участков 184 участка будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней, КАИБами. Это уже вещь, в принципе, для нас знакомая. То есть в 16-м году у нас также почти все участки были оборудованы этими вот самыми КАИБами. Единственное, что они у нас в 16-м году были предыдущие модели. Сейчас у нас новая модель КАИБ-2017. В чем преимущество новой модели? Было выпущено преимущество в том, что она усовершенствована. И она будет делать еще быстрее процесс подсчета голосов в первую очередь, конечно. Потому что главный, собственно говоря, плюс комплекса обработки избирательного бюллетеня в том, что это сканер, который считает автоматически голоса избирателей. И это существенно в разы ускоряет работу участковой избирательной комиссии. А следовательно, мы все получим результаты голосования гораздо раньше, чем если мы считали бы вручную. Ну и насколько я понимаю, также это делает выборы более прозрачными. Да, и это делает выборы прозрачными. Это исключает так называемый человеческий фактор, возможность ошибки какой-то при подсчете. Они фактически исключены, потому что техника, она очень четко работает. Но в случае возникновения каких-то сомнений, конечно, возможен контрольный ручной пересчет. Как правило, во время подготовки к выборам особое внимание уделяется доступной среде. На этот раз, я думаю, ничего принципиально в этом плане не поменялось. Ничего не применялось. Да, мы действительно, и мы, и администрации, которые в этом плане нам помогают, стараемся, соответственно, создать комфортные условия. Во-первых, члены участковых комиссий, и не только члены, и телевидение, и члены всех комиссий очень активно занимались информированием избирателей. И в том числе одним из пунктов информирования было то, что разъясняли, что человек, если ему тяжело прийти на участок по состоянию здоровья или инвалидности, он имеет право пригласить к себе участковую комиссию для того, чтобы проголосовать на дому. Каким образом это можно сделать? Это можно сделать сейчас, либо подав письменное заявление, либо просто позвонив в участковую избирательную комиссию. Либо попросить родственника или кого-то еще передать письменное заявление. Значит, сейчас участковая комиссия... Заявление должно быть, но это реально заверено? Нет, просто... Можно, я еще раз говорю, можно даже просто позвонить по телефону участковой избирательной комиссии и попросить, что вот я, ну, соответственно, назвав свои данные, фамилию, имя, отчество, год рождения и адрес, попросить приехать для организации голосования на дому. Единственное, что это надо сделать до 14.00 в воскресенье, в день голосования. После 14.00 заявки уже такие не будут приниматься по закону. А будут ли на участках иметься комплекты доступные выборы? И что эти комплекты из себя представляют? Что это такое? Значит, у нас на участках будут, во-первых, на всех участках будут, значит, брошюры с информацией о кандидатах для лиц с ослабленным зрением, более крупным шрифтом изготовленные, чем вот обычные плакаты, которые, конечно, тоже будут висеть, но если человек хочет ознакомиться и ему нужен более крупный шрифт, это будет везде. Значит, на Рианевских участках у нас будут трафареты с шрифтом Брайля для того, чтобы незрячий человек мог самостоятельно проголосовать. Вот. И, ну, мы, соответственно, предусматриваем, и, надеюсь, будут у нас волонтеры, которые будут помогать маломобильным категориям граждан, особенно в тех участках, где они расположены на вторых этажах. У нас, к сожалению, такие есть, но мы тут не можем от них полностью уйти, потому что количество помещений на первых этажах тоже ограничено. Вот. Там будут волонтеры, и от каждой комиссии участковый будет назначен ответственный член комиссии за взаимодействие с лицами с ограниченной возможностями. То есть реализовать свое право проголосовать сможет каждый гражданин Одинцовского района, и мы надеемся, что он это сделает. Да, конечно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. Но теперь, мне кажется, стоит поговорить о составе участковых избирательных комиссий, кто в них вошел, проходили ли эти люди обучение. Да, у нас в связи с образованием новых участков, у нас были образованы, соответственно, все 215 участковых избирательных комиссий в новом составе. Буквально в конце декабря, за несколько дней до Нового года, мы завершили процесс формирования комиссий. В общей сложности почти 1900 человек у нас являются членами комиссии с участковых избирательных комиссий. То есть, представляете, какое количество. Часть из них имеет опыт работы. Более половины у нас опытные люди. Часть – люди новые, которые пришли в систему сейчас. Конечно, все проходят обучение. К комиссии, значит, во-первых, у нас есть программа обучения, которая проводит и мы, как территориальная избирательная комиссия, и избирательная комиссия Московской области проводит семинары в режиме видеоконференции. А здесь сегодня вот 3,5 часа Центральная избирательная комиссия проводила тоже общероссийские мероприятия, семинар по дню голосования и по работе участковых избирательных комиссий. Кроме того, у нас члены участковых комиссий проводили даже тестирование, и уже, в принципе, все прошли успешно тестирование по программе, разработанной ЦИК России тоже. Можно не переживать, на участках будут работать все профессионалы. Да, я думаю, что должны работать профессионалы. Ну и, конечно, территориальная избирательная комиссия, в день голосования будут работать все телефоны. То есть, если на участке возникнет какая-то сложность или какой-то вопрос, мы всегда готовы оказать и правовую помощь, и методические консультирования. Как будет выглядеть бюллетень для голосования? Сколько кандидатов сейчас на данный момент претендует на просто главы государства? Кандидатов, зарегистрированных, 8 человек. Соответственно, я думаю, что уже не должна эта цифра измениться. Я думаю, что 8 их и останется на день голосования. Значит, бюллетень выглядит традиционно. Кандидаты расположены по алфавиту, по фамилии, соответственно. И содержатся фамилии, имя, имя, ну и краткие биографические данные. Год рождения, основное место работы, место жительства кандидата. И справа от фамилии традиционно стоит квадратик для того, чтобы ставить галочку или крестик. И галочку можно поставить только в одном месте? Да, галочку можно поставить или крестик. Любой знак можно поставить только в одном, напротив одного кандидата, которого, соответственно, вы избираете. Если же знаков несколько, то бюллетень признается недействительным. Да, этот бюллетень признается недействительным. И особое внимание обращается, с учетом того, что у нас КАИБы. КАИБ — это все-таки техника. У нас некоторые избиратели как голосуют? Вычеркивают, ну, по старой памяти, да, еще в советские времена такой был механизм голосования, не надо этого делать, потому что любой знак, неважно, минус, это там, попадающий в другой квадрат, делает ваш бюллетень недействительным. Поэтому, пожалуйста, один знак напротив фамилии того кандидата, за которого вы голосуете. — А процедуре голосования? Иногда на избирательных участках можно видеть, как бабушка, ну, зрение у нее плохое, это понятно, возраст, и она там вместе с дочкой, внучкой вместе идут, и каким-то образом, я так понимаю, что этого быть не должно? — Ну, как правило, этого быть не должно, но, естественно, мы же стремимся, чтобы все граждане, которые желают, проголосовали. И действительно, если человеку тяжело самому прочитать бюллетень, силу, там, проблем со зрением, или, там, допустим, подписаться сложно самому, в этом случае закон предусматривает возможность помочь этому избирателю со стороны другого избирателя. — Единственное, что не может быть, это член комиссии, это наблюдатель, то есть все, кто вот на участке находится, они этого делать не могут, а родственник или любой другой избиратель это может сделать, только об этом нужно проинформировать избирательную комиссию. — Я напоминаю, что сегодня мы говорим о подготовке к предстоящим выборам президента России. Свои вопросы председателю Одинцовской территориальной избирательной комиссии вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. — Александр Вячеславович, насколько в Одинцовском районе идет досрочное голосование и есть ли оно на этот раз? — Нет, на федеральных выборах досрочное голосование в силу законодательства у нас не проводится. Оно проводится только в труднодоступных отдаленных местностях, ну это, в первую очередь, крайний север и приравние к ним районы, там, где, ну просто, там, на вертолетах надо избирателя искать и к нему лететь. И в день голосования это сделать невозможно. — В таких территориях, которые не имеют таких вот проблем, досрочное голосование не проводится. Поэтому у нас все могут прийти только в один день, 18 марта. — В этот раз открепительные удостоверения отсутствуют. И для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно было предварительно до 12 марта подать заявление через МФЦ, портал Госуслуг. — В территориальную комиссию можно было, насколько я знаю, обратиться. Много ли гостей района будут голосовать у нас? — Да, действительно, у нас законодатель очень упростил вот процедуру перекрепления, так называемую, да. И человеку теперь не надо было ехать на свой участок, как раньше для получения открепительного удостоверения, надо было ли ехать, либо доверенность нотариально оформлять. — Сейчас он мог прийти в течение полутора месяцев на любой участок, на любой территориальную избирательную комиссию, в любой МФЦ или вообще никуда не ходить, портал Госуслуги воспользоваться. До 12 марта такое заявление можно было подать. У нас вот мы буквально сегодня получили окончательную статистику. По району 28 300 человек подали такие заявления и 15 300 с небольшим человек убыло в другие места жителей Одинцовского района. Это достаточно большая цифра, но для сравнения, вот, открепительных удостоверений у нас там порядка 3-4 тысяч человек получало в прошлом году. — То есть гораздо больше. А как вы думаете, с чем это связано? — С удобством, в первую очередь, с удобством, потому что не надо никуда идти. Вот, ну, люди, большинство откреплялись через портал Госуслуги. То есть человеку это занимает там 2 минуты, и ему не надо ни в очереди стоять, он там в любое удобное для себя время сел со своего там телефона или компьютера этой, так сказать, услугой воспользовался. — До 12 марта можно было все это сделать. 12 марта уже прошло. Теперь что, только по месту регистрации можно проголосовать или же еще можно каким-то образом открепиться? — Нет, сохраняется возможность открепления, только теперь она немножко усложнена, потому что уже, ну, обмен информацией уже может, так сказать, затянуться. — До 17 числа, до 14.00 каждый гражданин, который не смог по какой-то причине произвести открепление в таком порядке, может получить так называемое специальное заявление, на которое приклеивается защитная марка номерная. — Ну, это фактически аналог открепительного удостоверения, но только он может это сделать на том участке, на котором он зарегистрирован по месту жительства. То есть он должен прийти на свой избирательный участок, в участковую избирательную комиссию, и там такое заявление оформить. И потом уже в день голосования он сможет проголосовать на том участке, который он выберет. — А какие документы нужны для этого? — Паспорт. И все. Если паспорт стали на замене, то временное удостоверение личности. — Были ли выявлены какие-либо нарушения в ходе избирательной кампании? Или пока все тихо, спокойно? — Пока у нас нету вот в территориальной комиссии ни одной жалобы. В принципе, пока все идет достаточно нормально, спокойно. — Ну, будем надеяться, что оно, собственно, все именно так и останется. — Да, будем надеяться. — Вот, кстати говоря, о безопасности. Каким образом будет обеспечиваться безопасность избирательных участков в день голосования? — Значит, новым обеспечением безопасности занимаются соответствующие правоохранительные органы, полиция. Каждый избирательный участок обязательно будет находиться под охраной в день голосования в течение всего дня. И даже раньше, как только участковые комиссии получат избирательные бюллетени, соответственно, сотрудники полиции будут заниматься обеспечением безопасности, охраной. Плюс к этому все избирательные участки будут оборудованы рамками металлоискателей для того, чтобы исключить, значит, неприятные инциденты. И, ну, плюс, соответственно, те штатные камеры видеонаблюдения, которые, в принципе, во всех школах установлены по периметру и в помещении, они все продолжают работать. То есть, в принципе, думаю, что вопросы обеспечения безопасности тоже достаточно качественно у нас будут решены. Кроме того, на участках также будут работать наблюдатели. Кто может быть наблюдателем и какова функция? Что он может делать, а что наблюдатель делать право не имеет? Ну, наблюдатель, собственно говоря, из самого термина понятно, что основная функция – это наблюдать за процессом голосования. То есть, он может непосредственно присутствовать в помещении, наблюдать за процессом, присутствовать при голосовании вне помещения, при подсчете голосов, может подавать какие-то жалобы, обращения, там, предложения по изменению каких-то процедур, по каким-то действиям участковой комиссии. То есть, что он не может делать, это он не может сам ничего непосредственно делать на избирательном участке. То есть, выдача бюллетеней, подсчет бюллетеней, погашение бюллетеней, вот вся работа, работа со списками избирателей – это все то, куда наблюдатель делать непосредственно сам не может эту работу выполнять. Эта работа выполняется только членами участковой комиссии с правом решающего голоса. А назначить наблюдателей могут кандидаты, политические партии выдвинутые кандидатов. И в этом году новшество в законодательстве Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата Московской области тоже имеют право назначить своих наблюдателей. Кажется, они и раньше принимали участие в предвыборной кампании, в избирательной кампании. Что принципиально изменилось в этом году? Да, они принимали участие, но у них не было официально такого юридического статуса, и, как правило, они принимали участие при голосовании, а на просчете голосов они уже не присутствовали. Сейчас закон о выборах президента внесен в конкретные изменения, то есть они имеют право назначать такие же наблюдатели с тем же полномочиями, с теми же правами, как и наблюдатели от кандидатов и партий. То есть это уже человек, который будет с момента начала работы комиссии до момента приема протокола территориальной избирательной комиссии, может находиться полноправно в помещении для голосования участковой избирательной комиссии. А вообще, кто имеет право находиться на участке? Голосующие, наблюдатели, сотрудники избирательной комиссии, полицейские? Да, еще есть члены комиссии правом совещательного голоса, которые также кандидатами могут назначить доверенные лица кандидатов, представители средств массовой информации, если они имеют аккредитацию в Центральной избирательной комиссии или избирательной комиссии Московской области. Международные наблюдатели иностранные тоже, достаточно много их уже аккредитовано, и я думаю, что они не обойдут вниманием Одинцовский район, наверняка здесь будут присутствовать. Вот это перечень, собственно, лиц, которые могут участвовать. Да, достаточно широкий перечень, в принципе, на участках много одновременно людей находится, как правило. Но это, собственно, гарантия того, что там никаких инцидентов не произойдет, это открытость избирательного процесса. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о подготовке к выборам, которые пройдут в Российской Федерации 18 марта. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. На прошлых выборах в Одинцово работал пресс-центр. Как вам эта практика? В чем преимущество этого пресс-центра? Зачем он нужен? Этот пресс-центр, да, действительно работал в волейбольном центре в прошлых выборах. Кстати говоря, он планируется и в этом году. Он организуется областной избирательной комиссией для того, чтобы в одном месте собрать всех заинтересованных лиц, для того, чтобы иметь возможность посмотреть, скажем, камеру видеонаблюдения, которые на участках будут установлены, есть какие-то спорные, конфликтные ситуации, то в этом пресс-центре будут мониторы, и можно будет включить любой избирательный участок, где эти камеры стоят по всей области, не только Одинцовскую району, и посмотреть, что там было на самом деле, было ли какое-то нарушение, соответственно, внести какие-то там рекомендации по устранению. И, собственно говоря, на мой взгляд, практика достаточно хорошая, удачная, и не зря второй раз будет организована такая возможность. В пресс-центре может присутствовать только пресса или же также общественники, наблюдатели? Там будет пресса, там будут представители, я думаю, что доверенные лица кандидатов, представители партий. Ну, в принципе, он достаточно открытый, на самом деле, для, так сказать, всех желающих. В день голосования на что голосующие должны обратить внимание? Там, может быть, какие-то подозрительные люди. Вот чего делать нельзя, что категорически запрещено на избирательном участке? Открытая агитация запрещена, правильно? Да, запрещена агитация на участке, не только на участке в день голосования, агитация вообще в любом месте запрещена, но на участке, естественно, особенно. Ну, конечно, запрещено предпринимать попытки получить второй бюллетень незаконный, за это установлены ответственности не только от членов комиссии за выдачу незаконную, но и избирателя за получение бюллетеня незаконное, если он второй раз, скажем, получает. Вот. Ну и, конечно, нельзя препятствовать работе участковой избирательной комиссии, потому что это уже тоже административное правонарушение, комиссия должна работать в нормальных условиях. Ну, недавно с коллегами разговаривали, есть, к сожалению, не очень ответственные люди, которые хотят просто вынести бюллетень из участка. Есть ли за это какая-то ответственность или это исключительно на совести голосующего? Ну, это, конечно, не очень хорошая практика, потому что, в принципе, избирательный бюллетень, он преследует одну единственную цель, это обеспечение волеизъявления гражданина, избирателей и голосования. Для этого бюллетени за государственный счет, напоминаю, да, тоже изготавливаются, и именно для этой цели. Но, как таковой ответственности избирателя за то, что он вынес конкретно свой избирательный бюллетень, не предусмотрено. Вынос бюллетеней может быть признаком уже правонарушения, если речь идет о попытке какой-то там черной незаконной технологии в голосовании. Вот это, конечно, будем пресекать и правоохранительные органы к этому привлекать, к этому мнению. А когда будут известны предварительные итоги голосования? Когда можно уже рассчитывать на предварительные результаты? Ну, у нас, значит, процесс говорил, что подсчеты голосов начинаются незамедлительно в 20.00 после окончания голосования, как только проголосует последний избиратель, если он будет голосовать в 20.00, если проголосует раньше, то в 20.00 комиссия приступит к подсчету голосов. Какое-то время этот процесс займет, потому что он достаточно сложный и такой пошаговый. То есть нельзя делать все действия одновременно, но это, опять же, сделано для того, чтобы все могли видеть и четко понимать, каким образом идет процесс, откуда берутся стильные цифры. Даже с учетом КАИБы все равно надо вручную погасить там сначала неиспользованные бюллетени, посчитать по спискам результатов, сколько там получило бюллетени избирателей. Ну и вот несколько часов занимает процесс подсчета голосов на участковую избирательную комиссию. После этого комиссии приезжают в территориальную комиссию и происходит выгрузка информации в систему ГАЗ-выбору. Окончательные итоги? Окончательные итоги, но к утру, если говорить о районе, то я думаю, что к утру 19-го числа они совершенно точно будут подведены, утверждены. И в принципе мы надеемся, что даже не к утру, а там часам к 3-м ночи мы уже будем иметь все протоколы и сможем подписать свой протокол. Ну я думаю, что не будет лишним. В очередной раз напомнить телезрителям о необходимости реализовать свое право и 18-го марта прийти на избирательный участок. Со скольки до скольки какие документы нужно при себе иметь? Да, избирательные участки у нас работают, ну это здесь ничего нового, традиционно, с 8 часов утра до 20 часов вечера. При себе необходимо иметь паспорт. И в том случае, если вы подали заявление в период с 13-го по 17-го марта, еще это заявление, которое, значит, со специальной маркой. Во всех остальных случаях достаточно паспорта, либо документ, заменяющий паспорт, но это если у вас паспорт надменен, то временное удостоверение личности. И все. Собственно, никаких сложностей больше нет. Раньше для многих день выборов это был такой своеобразный праздник. Туда шли все семьи и брали детей. Это я еще по своему детству помню. Вот сейчас это осталось? Или все-таки к выборам подходят более серьезно, поэтому никаких праздников? Пришел, галочку поставил и ушел? Нет, ну в первую очередь к выборам в любом случае надо относиться серьезно, потому что мы выбираем президента. И, конечно, это серьезные действия и серьезные решения для каждого гражданина в отдельности и для страны в целом. Но, тем не менее, насколько нам известно, многие организации будут стремиться организовать какие-то, может быть, концертные программы на территориях, прилегающих к избирательным участкам. И какие-то такие мероприятия, которые позволят сделать для людей этот праздник более действительно праздником, ну каким-то таким поводом там собраться, поводом пообщаться, конечно, это будет проводиться. На самом деле практика очень хорошая. По своему детству, помню, брали бабушка и мама с собой. И теперь, конечно, тоже хочется быть как они и ходить на избирательный участок. А сейчас осталась практика с подарком для впервые проголосовавшего гражданина. Да, такая практика осталась. У нас, мы знаем, во впервые, значит, в списке впервые проголосовавших граждан. И, соответственно, им, да, какие-то такие небольшие сувениры от избирательной комиссии Московской области и от, я думаю, администраций будут предоставлены на избирательном участке. У нас, кстати, таких порядка 2,5 тысяч жителей района, которые впервые смогут реализовать свое право на этих выборах. Вот, кстати говоря, по статистике прошлых выборов, кто больше чаще ходит, молодежь или старшее поколение? Пока вы думаете над вопросом, я предлагаю послушать телезрителя. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Тамара Александровна. Мне на днях звонили, не представились, принесли мне урну. А откуда они могут знать, какой мой возраст или что? Тамара Александровна, спасибо за вопрос. Да, Тамара Александровна, на самом деле, значит, у нас с целым рядом категории граждан работают социальные службы. И они зачастую, соответственно, при своем взаимодействии уточняют у граждан, хотят ли они воспользоваться возможностью голосовать на дому. Здесь тоже нет ничего противозаконного. Если гражданин выражает такое желание и говорит, что ему было бы это удобно, они информацию передают в избирательную комиссию. А комиссия звонит для того, чтобы уточнить, действительно ли вы хотите воспользоваться этой возможностью. То есть это исключительно забота об избирателях, чтобы они смогли реализовать свое право? Это исключительно забота об избирателях. Конечно, вы можете не воспользоваться этим, если вам это неудобно. Но если хотите, можете воспользоваться. То есть этого, в общем-то, даже не надо самостоятельно обращаться? Нет, социальные службы, они, конечно, при своем регулярном взаимодействии, часто с этой категорией людей общаются, пожилыми. Они, соответственно, уточняют, если человеку будет удобно, причем они это начинают делать заранее достаточно. И, собственно говоря, если человек выражает такое желание, они тоже могут подавать нам такую информацию. Так вот, если вернуться к статистике прошлых выборов, кто чаще бывает на избирательном участке? Молодежь или старшее поколение? Ну, в большей степени, конечно, люди старшего поколения участвуют в выборах. Хотя в прошлый раз у нас и молодежь достаточно активна была. Так что, в принципе, хотелось бы к молодежи тоже обратиться, да, с просьбой. И все-таки, в первую очередь, молодежи, наверное, должно быть интересно будущей страны, в большей степени молодежи. Поэтому приходите. Тем более, новые КАИБы – это техническое средство, которое молодежи всегда интересно. Приходите, посмотрите, попробуйте, как оно работает. Кстати говоря, как КАИБ, ну, на испорченный бюллетень, его же надо определенным образом туда, правильно? Да, он опускается, значит, лицевой стороной, то есть там, где кандидаты, вниз и верхом вперед. Вот так вот. Ну, это все будут подсказывать наши операторы. И если кто-то будет класть бюллетень там обратной стороной, он просто его обратно вытолкнет. То есть складывать ни в коем случае не нужно? Не нужно складывать, да. Хочу тоже обратить внимание, что он опускается не складываясь, он опускается целиком. И в момент опускания сканер его, как бы, соответственно, уже считает. Естественно, никому не показывает эти результаты, а они выдаются только после подсчета голосов. Но процесс идет вот в таком онлайн-режиме подсчета. А на случай, не дай бог, возникновения какой-то технической проблемы с КАИБом, на участках наверняка есть какие-то специалисты, которые смогут проблему решить? Да, во-первых, по два члена комиссии, каждый участковый, где будут КАИБы, они прошли специальное обучение, не только вот наше, а именно обучение техническое. То есть в той организации, которая разрабатывала КАИБы, и там именно технические специалисты, все вот вопросы, как включить, как перевести в режим голосования, что делать, если какая-то там проблема техническая возникла. Это все разбиралось, и тоже достаточно длительное было обучение, это все они знают. Плюс у нас будут дежурные специалисты технические, службы технической поддержки, если вдруг какие-то вопросы будут возникать, они будут нам оказывать помощь, и при необходимости даже выезжать на участок, чтобы исправить КАИБы. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Дорогие телезрители, я напоминаю, что 18 марта в нашей стране очень важный день, и не стоит оставаться в стороне, стоит прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, проголосовать за понравившегося вам кандидата. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся на канале ОТВ. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»